Доброе утро! Сейчас пока ясная погода, но вот, Степан, покажите, с той стороны уже видно, что идет небольшое облако на город. Будем надеяться, что это не тот самый смог, который нас часто травят. Вот такая погода сегодня обещана синоптиками о том, как мы запустим змея. Смотрите, буквально через несколько минут. Спонсор прогноза погоды в новом утре – жилой комплекс «Панорама». Прямо на ходу мы как раз делаем сейчас приготовление, для того, чтобы попробовать вот прямо, может быть, вот в петельку в день. Так и надо, так и надо. Просто Антон, другой Антон, который сегодня у нас на эфире, он привязал нитку совсем с другой стороны. У меня в детстве, если честно, был воздушный змей, но он был управляемый. На двух, с двумя веревками, знаете, можно было ослабить одну, натянуть другую, и змей бы как раз сделал теперь у это, которое вам хочется. А вот сегодня, Антон, что с вашими пальцами, скажите? Вы можете оставить побольше, ничего страшного. Ты рассказывай про свое детство, всем интересно. Но потом случилось страшное. Я этого змея забыл в магазине и уехал с дачи на автобусе. Конечно, он ко мне уже не вернулся, но тем не менее у меня самые-самые приятные воспоминания о том, что змея действительно можно запустить очень и очень высоко. Вы справитесь, Антон? В детстве у меня было все. У меня был велосипед, у меня даже скейтборд был, а вот змея воздушного у меня в детстве не было. У меня как-то вот эта забава почему-то стороной обошла. Я по части могу сказать, что где-то в возрасте от 10 до 15 я был профессиональным пилотом воздушного змея. Зачем вы оставили такую маленькую? Все, мне кажется, сейчас... Мне кажется, что он... Давайте я завяжу. Завяжи, завяжи. Завяжу быстро. Ты как опытный пилот воздушного змея. Нам надо буквально несколько секунд для того, чтобы привести его в форму. Оп. Так. Самое сложное, вот на мой взгляд, сейчас, это именно подготовить все снаряжение. Вот, чтобы вы понимали, все это в прямом эфире. Есть, есть. Сейчас нужна короткая. Степан, вы следите за мной. Отпускайте, Антон. Отпускайте змея. Его нужно разогнать. У нас, к сожалению, очень-очень слабенький ветерок. Сейчас, подождите, сейчас мы это сделаем. Давай, я буду держать. Подожди, придержи. Не надо ничего. Держать вместе. Главное, не воткнуть его в землю. Не воткнуть в землю. Антон, отпускайте. Давай. Побежал, побежал, полетел. Да отпусти ты. Стой. В машину не потрогай. Просто отпусти, не трогай, не трогай. Сложно, сложно в безветренную погоду запустить воздушного змея. Это серьезная проблема. Отпустите. Не трогайте его. Не прикасайтесь к моему змею. Давай, 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 давай. Разматывай его. Ай, змей, стой. Ну, в принципе, да, вы видите, что это отчасти возможно это сделать. Серьезно, второй змей. Да. У нас их несколько. Сейчас давай я попробую запустить этот. Только лучше, конечно, делать это против, против, против ветра. Сейчас как раз наши друзья отъезжают. Смотрите туда. Бегите, Антон. Это дрессированный. Практически в руку. Да что ты. Но знаете, что я хочу сказать, друзья мои? В безветренную погоду запуск воздушного змея – это самый настоящий фитнес. Мы набегали уже достаточно неплохо с утра пораньше, чтобы взбодриться такая утренняя пробежка, разминка. Но вот эта вот конструкция, она более, по-моему, летабельна в штиль. Мой цыпленок очень плохо взлетает. А у меня очень хорошо летит. Сейчас попробуем еще раз. Я сейчас надеюсь его запустить. Саш, подожди. Опа! Да, бесполезно. Нужно ловить, конечно, ветер. Мы пожелаем вам хорошего утра. И с огромным удовольствием мы хотим сказать большое спасибо тем, кто предоставил нам вот этих вот забавных летательных, летучих персонажей сайту «Крас Подарки». Большое спасибо. Спасибо.